Там будет работа для новичков, связанная с, чтобы никого не обидеть, с мусоровозом. Всем Литва на связи! В этом видео будет обзор на новую работу на LifeRush. Водитель мусоровоза. Покажем, как она реализована и сколько на ней можно заработать. Данная работа доступна с 4 уровня, необходимо устроиться в правительстве и в GPS, выбрать работы и нажать на водитель мусоровоза. Подходите к NPC-боту и начинаем работу мусорщика. Нам выдается мусоровоз, открывается список мусорных контейнеров. В этом списке указаны все контейнеры, насколько они загружены и указано расстояние до них. Например, мы выбираем пятый контейнер, он отмечается у нас на мини-карте по GPS. Но мы можем работать не только с теми контейнерами, которые отметили, а абсолютно с любыми, которые попадаются по пути. Давайте остановимся возле этого. Заполнен на 45 из 100. Подбегаем к контейнеру, появляется окно взаимодействия, поднимаем. И вот этот контейнер забрасываем в мусоровоз. Забавная анимка. Ну что ж, буду представлять, что там деньги или золото. За одну единицу мусора довольно-таки много заплатили. Вот этот контейнер, он вообще почти пустой. Ну, загрузим его в машину. 53 единицы мусора нам дали 1121 рубль, что уже довольно-таки неплохо. Максимальное значение для контейнера это 100 единиц. И они пополняются каждую минуту на 5 единиц. Вот тут у нас 94 единицы. Оп, резко 100. А, обманул получается. Опередили второго водителя мусоровоза. Он, наверное, материт меня. И смотрите, сколько нам дали за полный контейнер. Анимация начисления рубля не успела даже завершиться. Еще один полный контейнер. И мы уже заработали более 4000. Это буквально вот за 2 минуты. Почти у каждого дома находятся контейнеры с мусором. На сервере у нас 86 контейнеров. И если вы не знаете, куда можно поехать, вы можете сесть заново в машину. У вас откроется список мусорных баков. Или же прописать команду slash rubbish. Попробовал покататься по богатому району Лион. И только один контейнер был с мусором. Остальные все какие-то полупустые. Видать, этот район рядом с базой мусоровозов. Тут все работают. Поэтому я попробовал решить сдать 313 единиц мусора. И сейчас посмотрим, сколько мне за это заплатят. Приезжаем на место разгрузки мусора. Оно находится там же, где и выдавали нам рабочий транспорт. Разгрузили. И теперь бежим получать зарплату. Итак, мне начислили 12389 рублей. И это за 3 полных контейнера. Ну, грубо говоря. На мой взгляд, эта работа может стать круче, чем работа в транспортной компании. Я решил это проверить, загрузив полную машину. Поехал в район Горель. Здесь по списку были самые заполненные мусорки. И не ошибся. Они были почти все заполнены. Работал себе спокойненько. А тут какой-то игрок решил потолкнуть мою машину. Да еще и посигналить. Взбил мне метку. Ну ладно, ничего страшного. Вот уже почти половину загрузил. У меня ушло 3 минуты, не считая поездки в Горель. Продолжаем. Дальше пошли одни соточки. И загрузка стала еще быстрее. Только лишь на загрузке мусора в машину мне обещают заплатить более 30 тысяч. Возвращаемся на базу. По пути не забываем указать этот промокод. Решетка Литва. Даст вам 2 XP и 15 тысяч рублей на втором уровне. Ну что ж. Разгружаем фуловый мусоровоз. Идем смотреть. Вы успешно закончили рабочий день водителя мусоровоза и заработали 50 тысяч 749 рублей. То есть я получаю деньги за загрузку мусора в машину. И если выгружаю все на базу с мусором, то мне выплачивается премия. Она чуть ли не 50%. Довольно быстро прокачивается навык водителя мусоровоза. Ну и зарплата здесь достойная. Если работать ночью или рано утром, то будете лутать заполненные баки и сможете быстро заработать на дом или какую-то крутую тачку. Сделал небольшой эксперимент. Я зашел ночью. Фиксируем время. 1.39. И начал потихоньку заполнять мусоровоз. Со мной еще параллельно работали ребята, но это мне особо не мешало. Вот уже полная машина. Возвращаемся на базу. Разгружаем. Получаем зарплату. 50 тысяч. И на все про все у меня ушло ровно 10 минут. 1.49. И все это уже на четвертом уровне. Как вам работа? Вот такой получился взор на водителя мусоровоза. А на этом все. Всем спасибо. И приятной игре на LifeRash. Редактор субтитров А.Семкин